Добро пожаловать в Дайнлайк 2 мульт обзор от Добряка Ну вообще паркур это наверное один из самых полезных скиллов в зомби апокалипсисе Паркур именно тот который для преодоления скоростного препятствий Не тот который для красоты для видосиков Ну потому что гнилые что? Они медленные и неловкие Поэтому что тебе может спасти? Паркур! Да, логично О, Щербаков Перелазив через забор в костюме Да и то с трудом Но зато впоследствии эволюционируешь в модного зумера, пересекающего полгорода за минуту Впечатляешься, вдохновляешься, бегаешь по дому как дебил, вытворяя сомнительные трюки Паркур! Паркур! Майкл! Паркур! Да, как вы поняли, игра мне понравилась Но не сразу Сюжет поначалу не блещет оригинальностью В распоряжении у нас бегун-пилигрим, который ищет, вот ни за что не догадаетесь Да, снова пропавшего родственника Свою сестру Спасибо, пожалуйста, сядь к остальным С первых минут Дайнлайт показывает, что он вообще-то взрослый Детишки порадуются И вот в поисках сестрицы мы прибываем в город Виллидор и знакомимся с Лейто из 13-го района Но нас никуда не пускают без QR-кода Да, да Что поделать, придется вакцинироваться Бежим в центр вакцинации, а там уже очередь за QR-кодами Бля Они аж спят Насколько они долго там стоят В наглую прорываемся С отмазкой «Мне только спросить» Получаем QR-код Отчего посетители, мягко сказать, не в восторге И готовы даже покусать Наконец, выбравшись из поликлиники Открывается свежий воздух открытого мира В рамках одного города Поделенного на две части И заполненного просто тонной разнообразных занятий Тут тебе и побочные квесты, соревнования на скорость, арены, подземелья, боссы, вышки, аванпосты, головоломки, спасение людей, ловля редких зомби и так далее И вот смотришь на это все и складывается впечатление, что про сотни часов разрабы походу не шутили Но обо всем по порядку Основные квесты становятся более-менее интересными во второй половине игры Иногда логика принятия решений персонажей просто поражает идиотизмом А иногда наоборот радует всякими вот это поворотами В моей версии концовки по факту не рассказали ничего Зачем злодею это все надо было? Что случилось с главными персонажами после моего выбора? Концовка просто показывает ровно два предложения на черном экране и кат-сцену Титры Бля, жестко что-то Ну, видимо, будут либо в DLC допиливать Потому что... Хотя, ну блин, у первого была более-менее нормальная концовка Ты со злодеем расправлялся Че, как, там было понятно Что-то быть, я как-то не так прошел Ах, да, тут же разветвленность Походу, нужно пройти второй раз С другими сюжетными выборами Чтобы окончательно все понять Или же нужно было бы понять все дополнительные квесты Некоторые из которых, кстати, тоже бывают разветвленными Как-то я пообещал двум дебикам вывести их из города Но благополучно на них забил А потом удивился, что из-за меня их поймали и посадили в тюрьму И теперь... Ха-ха-ха, прикольно Теперь им снова можно помочь Хотя изначально их вообще можно было убить при первой встрече И всего бы этого не было Прикольно Но в основном Дополнительные миссии Это всеми любимые принеси-подай Днем бегать по городу довольно безопасно Но по ночам зомби становятся злее И могут организовать за тобой погоню разных уровней На первых убежать или проредить толпу не составит труда Но на последних выходят самые жесткие особи Против них переть как танк не получится Насколько помню в первой части не было на самом деле вариантов погонь Там всегда была погоня в которой тебя трахают Поэтому в первые разы в погоне ночью когда ты выходишь Они орут У тебя есть типа чутье Ты можешь это Эхолокацию такую сделать Типа увидеть где они находятся И ты ползешь И тебе страшно действительно что тебя заметят Потому что тебя реально порвут на куски Но так как я шустрый Гонзалес Я уже на первом уровне всегда убегал сквозь ультрафиолет под одеялко Чтобы наступило утро Кстати ночью и в темных местах поначалу можно находиться не более пяти минут Из-за чего любая вылазка в подвал вызывает стресс И когда в попыхах стараешься залутать как можно больше Задеваешь зомбью и на последних секундах таймера выпрыгиваешь на свет Прямо чувствуешь себя главным героем из фильма Я легенда Правда вот потом появляются ингаляторы С которыми лазать в темноте можно до посинения И шмон в ближайшей бомжатне перестает быть приключением Кромсать врагов особенно прокачивание Одно удовольствие Летят головы ошметки конечности Все как я люблю А да В игре нет огнестрела И аннигилировать врагов придется в ближнем бою Ну там конечно есть еще лук Но он появляется ближе к концу игры А 90% времени групповое кумите происходит при помощи труб топоров и тесаков Которые с помощью говна и паутинки Можно превратить например в электро огненную убер вафлю И раз... Хе-хе-хе-хе Мишку прифигачил Да ну в первой был такой Ну был крафт неплохо все было А во второй я по отзывам так и не понял То ли он хуже то ли лучше Сносить толпы нежитей и бандитов становится еще веселее К тому же есть гранаты, метательные ножи, самопальные однострелы, приманки, мины и еще куча всего Теперь о графике Она не супер некстген Но город выглядит красиво Трассировку лучей я правда опробовать не смог Так как она на моей 2080 супер выдает слайд-шоу При этом я заметил странность Когда светишь в... Да вот забавная тема А на 3050 оно будет работать в принципе неплохо Если понизить чуть-чуть графоний Просто вот поэтому я такой скипнул 20-ю серию видео Да и денег тогда не было А сейчас и подавно денег нет 70 Супер выдает слайд-шоу При этом я заметил странность Когда светишь фонариком, отсутствуют тени от объектов Вообще, про баги я говорить не буду Так как играл в предрелизную версию Скажу просто, что они были Но уверен, что их уже исправили или исправят Все-таки игру планируют поддерживать аж 5 лет Ну а теперь о самом, как я считаю, важном О городе Вот он получился просто заебись Особенно мне понравился центр города Когда видишь небоскребу Блин, да, это круто В первой части не было много высоких зданий А тут есть высокие здания И на них можно залезть Обожаю лазить по высоким зданиям В итоге тратишь минут 15 Да? Говорится, возможно, когда-нибудь будем в коопе играть Слезая по карнизам Через квартиры По внешней стороне Потом через шахту лифта И в итоге все-таки покоряешь эту высоту Находишь там сброшенный лут С ценными ресурсами Смотришь вниз А там весь город как на ладони Спрыгиваешь, открываешь параплан И понимаешь, что можешь забраться абсолютно куда угодно Блин, за это ощущение Игре вообще можно просить все То, сколько труда Обожаю лазить по такой всякой фигне Как расставили разнообразные методы взбирания Как все продумали и рассчитали Чтобы для игрока паркурство было действительно интуитивно понятно Чтобы ты бежал и не останавливался в затупах А как туда попасть? Ты сразу видишь кучу вариантов, как туда попасть И ты хочешь туда попасть Тебе интересно Так еще и город можно изменять Захватывая определенные постройки Можно начинить город ловушками Или паркуровскими прибамбасами Типа зиплайнов, трамплинов, подушек и так далее И для изучения города открывается еще больше возможностей Вот в этом плане игра просто выше всяких похвал Я думаю, что игра, несмотря на многие Мне, в общем-то... Ну, сюжет был неплохой в Dying Light Но мне, в общем-то, в первом Dying Light И нравился геймплей Это было интересно Бегать, прыгать, херачиться Минусы Все же заслужит народную любовь По крайней мере, я прохождением остался крайне доволен Ну, а на сегодня все Не забудьте подписаться на канал Поставить лайк Не болейте Я такой думаю, на труханах, что ли? А вот и правда на труханах Спасибо за просмотр И до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok